Прямо сейчас мы можем поговорить о том, что происходит на полях форума Давосе с Алексеем Икончаренком, народным депутатом Украины. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, учитывая, что форум называется экономический, но мы понимаем прекрасно, что сегодня, в данной ситуации, этот форум гораздо больше имеет значение и гораздо шире может быть использован для того, чтобы получить максимальную помощь Украине. И я прочитала, не помню сейчас в каком-то издании международном, буквально сегодня, про то, что эмоции, эмоции, то, что сейчас очень важно в нашей дипломатии, потому что именно через эмоции мы можем достучаться до тех, кто, как говорится, или устает периодически от украинского вопроса, или до конца не понимает, насколько сложная ситуация и что эта ситуация может докатиться до их просторам. Вот насколько вы почувствовали, что вот этот вот элемент эмоций на экономическом форуме здесь срабатывает в этот раз? И в чем еще эксклюзивность нынешнего форума? Во-первых, я хочу сказать слово «соболезнование» всем родным английским погибших в трагедии, в барварах. Я лично знал Дениса Монастырского, Евгения Енина, и очень болезненно. И, конечно, когда дети... В общем, это страшная трагедия, очередная, к сожалению, в целом ряде трагедий, которые происходят с вашей страной. И как раз вот вы спросили меня про эмоции. Очень важно показать вот эту боль, которую проходит Украина, потому что это, ну, можем говорить, какие-то общие фразы, там, или о политике. Очень важно рассказывать истории людей, людей, которые теряют своих родных и близких. И потому что люди ставят себя на место, и они чувствуют, когда говоришь о погибших детях, мы все думаем о своих детях, это нормально. И насколько это было просто невероятное горе потерять их. Поэтому мы стараемся это объяснить и показать. И тут работает выставка в украинском доме Ukrainian House, которая показывает преступления военной Российской Федерации. Видео, фото. Приходят гости. Сегодня премьер-министр Польши Марадецкий, тех, которых я видел, с которыми я разговаривал лично. Премьер-министр Польши Марадецкий, президент Латвии. Другие депутаты, большой бизнес и прочее, прочее, прочее. И это очень-очень важно, друзья, чтобы вот они почувствовали, и мы стараемся им показать. Очень интересно, кстати, это второй довоз после начала вторжения. Первый был в мае месяце прошлого года. И как раз дом, где была эта выставка, ну, другая тогда еще, был в доме, где до этого, раньше, в предыдущие годы, был Russian House. То есть это был дом, в котором там пили французское шампанское и закусывали черные крови, российские олигархи, все эти подонки, которые сегодня вот это окружение Путина. Тогда, в мае, там был дом военных преступлений России. Это было очень символично. Но и сейчас приходят люди, медиа, бизнес, политики со всего мира, посмотреть, почувствовать. Президент Дудна тоже вот был буквально вчера, и тоже с ним удалось пообщаться. Поэтому, конечно, эмоции, это очень важно. И, конечно, эмоции мира на нашей стороне. Ну, в свою очередь, если говорим про эмоции, то первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на форуме в Давосе лично представила перед его участниками украинскую формулу мира. Это, я напомню, уже далеко не первый раз, когда Елена Зеленская, она выступает, и уже, я бы сказал, это более чем мягкая сила. Это уже четкие месседжи от первой леди. В своем выступлении госпожа Зеленская подчеркнула, что цивилизованный мир должен держать в приоритете помощь украинцам в их противостоянии российской агрессии и совместно работать над тем, чтобы прекратились страдания мирных граждан. Также госпожа Зеленская передала письмо с содержанием украинской формулы мира китайскому лидеру Си Цзиньпиню. Давайте услышим прямую речь и продолжим. Как мир рассчитывает достичь климатической нейтральности, если он не может даже остановить сжигание целых украинских городов? Это то, что делает Россия своей артиллерией, ракетами, иранскими дронами. И вы все знаете, что российская агрессия никогда не собиралась ограничиться украинскими территориями. Эта война может пойти дальше. Алексей, в свою очередь, очень много раз мы с вами в эфире уже обсуждали силу подобных заявлений и реализацию тех идей, которые были занесены в логику и в цель каждого выступления. Вот вы сейчас по итогу вот этих дней в Давосе и слова Елены Зеленской были услышаны. Будет ли, есть ли уже какие-то результаты и позитивный фидбэк? В свою очередь и вы с Анджей Дудой тоже, вот сказали, общались. Фидбэк позитивный какой-то, более динамичный уже наблюдается? Ну, Анджей Дуда, например, после того, как он принимал участие в открытии Ukrainian House, объявил о создании так называемой танковой коалиции, которая должна предоставить Украине танки, чтобы восстановить эту агрессию. Поэтому думал, что результаты есть, думал, что их будет больше. Очень хорошо и очень правильно, что Украина здесь в Давосе представляет первая леди. Это важно. И вообще это такая площадка, которая уникальна в Давосе. У них нет больше в году мероприятия, которое одновременно объединяет мировую политическую элиту, бизнес-элиту и журналистов. Потому что здесь все главные медиа мира, политика, те схемы, которыми я только там пообщался, это политика, это Financial Times, это Economist, это New York Times и так далее, и так далее. То есть все самые топ. И место уникальное, значит, это наша уникальная возможность донести свой месседж, объяснить, почему важно снова поднять Украину в приоритетах мировых. Это важно, за это нужно постоянно бороться. Само собой ничего не будет. Без поддержки людей не будет оружия экономической помощи. А поддержки людей не будет, если они будут освещать медиа. То есть здесь все очень взаимосвязано. И это та работа, которую может выполнить украинский дипломатический фронт. И мы стараемся это сделать. Я бы хотела еще спросить вот все-таки про экономические достижения и обещания, которые мы услышали уже в рамках этого форума. На полях Довозского саммита поднимался вопрос о плане маршала для Украины. Участие мирового сообщества в восстановлении страны, которая сейчас борется с агрессией и требует строгой координации действий, так заявила президент Европейского банка. Реконструкция и развитие отдела Рено-Бассова. Она высоко оценила успехи Украины в диджитализации и высказала надежду, что иностранное финансирование Украины продолжит реформы, по пути которых страна шла до войны. Но давайте вернемся в сегодняшний день. Мы понимаем прекрасно, что мы нуждаемся в огромных вливаниях финансовых для того, чтобы нам дожить до того момента, когда мы начнем возвращаться к мирному времени и начнем восстанавливать свою страну. И я много раз слышала и от западных аналитиков и политиков, и от американских, я имею в виду европейских, и от американских, что недостаточно дают финансов, даже учитывая те деньги, которые выделяются бюджетами стран европейских и Америки на восстановление своих экономик после пандемии за эти два года. Это колоссальный разрыв в тех суммах, которые могли бы предоставить, понимая, что в принципе, чем дольше идет война, тем больше страдают экономики и их стран. В данной ситуации удалось и удастся за эти дни достучаться и все-таки пояснить, что гораздо больше и гораздо быстрее необходимо реагировать, не дожидаясь окончания войны. Во-первых, давайте все-таки скажем, это очень важно. Нужно быть благодарным за ту помощь, которая есть. Сегодня очень многие страны мира отрывают от себя, от своих налогоплательщиков и дают Украине. Без этой помощи мы не смогли бы, просто государства бы не было. Потому что сегодня ситуация в Украине такова, что военные расходы, это не считая оружием, потому что оружие мы получаем отдельно, а вот именно зарплата военным, топливо, обмундирование, все расходы с этим связаны, амуниция, некоторые закупки, мы финансируем сами, то есть украинская экономика. Все остальное, зарплаты учителей, врачей, пенсии, пенсионеров, зарплаты госслужащих, все это финансируют наши партнеры. И без их помощи, конечно, это была бы катастрофа. Поэтому сначала нужно сказать спасибо. А потом, конечно, сказать спасибо, нужно сказать, что, к сожалению, этого недостаточно. Особенно, когда мы говорим об оружии. Потому что ответ на вопрос, когда будет достаточно оружия, он очень прост. Когда мы победим. Раз еще этой победы нет, значит, и оружия пока недостаточно. И очень, конечно, мы это говорим, коллеги, насколько обидно видеть, например, те же Патриот, вспоминают трагедию, мы сейчас говорим о трагедии в Броварах, а несколько дней назад трагедия в Днепре, которая просто весь мир, и Украину просто потрясла. Ведь она же могла не случиться, и многие другие такие трагедии, если бы Украина получила вот эти батареи Патриот, не вот мы их получим через несколько месяцев. А могли бы их получить весной прошлого года, ну или летом. И сколько было бы сохранено жизни. И это те же самые, не то, что мы ждали, пока их изготовят. Эти батареи стояли. Они защищали немецкое небо. От кого? От Бельгии, от Дании. Это обидно, потому что, ну, очевидно, что они были нужны здесь, в Украине, а политической воли их дать не было. Сегодня такая воля появляется. Очень хорошо, что она появляется, но очень жалко, что она появляется только сейчас. И мы на этом примере хотим объяснить, что Украине сегодня нужны дальнобойные ракеты. Украине сегодня нужны тяжелые западные танки, тяжелые дроны. Сегодня. Если мы хотим закончить эту войну как можно быстрее, от чего выиграет весь мир? Это такая даже в эгоистических интересах мира, потому что без нашей победы не будет ни прекращения инфляционного кризиса, продовольственного, энергетического, кризиса беженцев. Ничего этого не закончится. Вот весь этот ужас будет продолжаться, пока мы не победим. И, конечно, мы стараемся это донести, доказать. Динамика есть. Вы видите, то, что еще вчера казалось невозможным, сегодня уже предоставляется. Но, конечно, хочется все быстрее. Да, кстати, акцент на том, что мы не имеем права проиграть эту войну, даже сделал агент Секната, Агент Столтенберг. Сейчас Олег по этому поводу тоже добавит вопрос, но я просто хотел маленькое уточнение сделать. Без всякого, просто хочу уточнить, что не мое мнение, только что я озвучила, конечно, с огромной благодарностью. Меня даже удивляет, что как раз вот такое вот радикальное свое вставление... Отношения. А озвучивают как раз европейские политики. Они обвиняют свои парламенты и свои правительства в том, что недостаточная помощь. То есть вот такое вот небольшое уточнение, что это не от нас, да. Да, но тут еще стоит отметить также еще один месседж, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО, хотя ранее он был противником членства Украины в Альянсе. Об этом он также заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Скажите, пожалуйста, в связи с чем вот мы постепенно видим такие позитивные движения и позитивные месседжи, которые становятся более проукраинскими? Возможно, кто-то раньше был пророссийским либо просто нейтральным. Сейчас они более проукраинские. С чем это связано? Можно ли это связать с дипломатической работой и с работой данных форумов, которые сейчас и происходят? Ну, все-таки в первую очередь надо связать с подвигом сбройных сил Украины и всего народа Украины, которые просто заставили мир признать того, что мир вообще не верил, что российскую эту армаду можно остановить, что Украина – это государство, состоявшее, а не фейлд стоит, как долго Россия рассказывала. Это Россия оказалась, фейлд импайр, то есть не состоявшаяся империя, а не Украина и так далее. Конечно, здесь в первую очередь благодарность всему народу и вооруженным силам Украины. Что касается Генри Киссингера, он не просто бывший госфекретарь, он, конечно, один из патриархов мировой геополитики, и его позиция была такой тревожной, она и сегодня, честно говоря, остается достаточно тревожной. У него большой прогресс, и вы сказали действительно про НАТО, это важно, но, к сожалению, этого недостаточно, потому что тот же Генри Киссингер в своей последней статье о Death Fictator, даже выступление здесь, на Всемирном экономическом форуме, он говорит опять о том, что Россия – это все-таки неотъемлемая часть мирового уравнения, скажем, баланса. То есть, да, Россия – это зло, но вот она, вот как бы, да, но это зло, но это, которое зло было вчера, будет сегодня, ну и будет завтра. Но мы не хотим с этим мириться. Мы, Россия, конечно, как государство, это есть огромная территория, есть большой этнос, какой-то государство там будет, но пока там будет император, в первую очередь для Украины. И наша задача – как раз эту империю российскую разрушить. И наша задача – переубедить таких политиков, как Генри Кислинджин, что, знаете, когда-то была Атаманская империя, она исчезла. Была Австро-Венгерская империя, но ее нет, есть Австрия, Венгрия. Была Немецкая империя, ее нет. И так же должно произойти с Российской империей, она должна исчезнуть с карты мира. Алексей, спасибо. Спасибо вам большое за включение, за то, что, да, уделили время нашему телеканалу. Алексей Гончаренко – народный депутат Украины из швейцарского Даоса, где сейчас происходят экономические форумы международный, и он будет еще несколько дней продолжаться. Будем следить за событиями там.